А все смотрели фильм «Время» с Тимберлейком и Сайфред? Один из моих любимых, если честно. Пусть и всего на уровне идеи, а не в качестве голливудского воплощения, но тем не менее. Так вот, идея фильма в том, что на планете отсутствуют какие-либо денежные единицы. Единственная валюта — это дни, часы и секунды жизни. И если время у тебя заканчивается, ты погибаешь. Забавно, что снятый 10 лет назад фильм актуален в сегодняшней политике. Чего постоянно не хватает одним и чего в избытке хватает другим? Именно времени. Очередной анализ событий прошлого лета и конкретно августа, триггером чего выступил многосерийный фильм «Коллег с СТВ», привел меня к выводу — нам тогда не хватило времени. Но сегодня у нас его в избытке. Меня зовут Игорь Тур и я дополню тему. Вообще, пытаться уложить анализ фильмов в хронометраж рубрики — дело изначально неблагодарное. На момент записи будет дополнено. Я посмотрел первые две серии. Это уже полтора часа видео. Зритель к нашему эфиру успел посмотреть и третью. Но, тем не менее, всегда есть что дополнить. Так вот, в августе, до него и немного после нам не хватало времени. Наверняка не хватало и навыков. Все же, никогда до этого мы не сталкивались с тем, что случилось в ночь на 10 августа и потом. На месяцы вперед нехватка времени стала нормой. Но медленно и упорно все менялось. И вот первый важный фрагмент фильмов СТВ. Как правило, за так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики. Те блогеры, журналисты и активисты, которые выступают как медийные лица переворота — это куклы. Спецслужбам Беларуси известны те люди, которые ими управляют. Пришло время их назвать. Павел Демеш, Дэвид Кремер, Камиль Клысинский, Витис Юрконес, Ежи Помяновский, Михаил Ходорковский. Но главным автором антибелорусского мятежа можно считать Майкла Карпентера. Знали ли в КГБ эти фамилии до 9 августа прошлого года? Знали, конечно. Но у нас не было принято идти на прямой политический конфликт, согласитесь. Мы старались как можно тише, спокойнее, незаметнее, чтоб без скандалов. А когда оказалось, что этой нашей слабостью воспользовались, начали перестраиваться. Но нам не хватало времени. Нужно было вчера, а мы могли только завтра. Это потом появились в эфире сливы переговоров оппозиции, нашлись и у них предатели. Силовики стали более открыто говорить то, что знают, и не стесняться делать то, что делают, если это на благо страны. С другой стороны, времени у нас стало не хватать задолго до августа. Пожалуй, нужно признать, что мы недооценили опасность коронавируса. Не медицинскую, даже не политическую, а экстремистскую. И тогда президент рассказывал, и сейчас об этом нужно говорить, звучали ведь очень разные предложения. И анализируя даже то, что происходило тогда в нашем обществе, ведь насколько проще было взять и объявить локдаун. Ведь насколько проще было закрыть людей и запретить им вообще выходить на улицу. И даже перенести выборы. Ведь тогда под ковид можно было сделать все, что угодно. И объяснить это ковидом, и общество бы это приняло. Мы могли выиграть время, но не сделали этого. Конкретно это ради спасения ковидных больных не сделал Лукашенко. Это сегодня легко рассуждать. Мол, может проще было ввести локдауны, перенести выборы. И тогда не было бы августовского хаоса. Но тогда не хватало времени из-за пандемии. И одна борьба, увы, перетекла в другую. А когда времени стало в избытке, то проблемы помельче, я сейчас про уголовное дело Бабарика, исчезли вообще. Из Кипра получили несколько томов, несмотря на большинство государств, несколько томов материалов, которые еще раз из дополнительной информации подтвердили. Там есть и фотографии Бабарика, и опросы лиц, причастных к регистрированию счетов и к функционированию. Нам не хватало времени, чтобы успевать рассказывать правду. Потому что правду для начала нужно установить. А это уже гораздо дольше, чем сидя в Польше на диване придумывать фантазии. Но когда правду мы все же показали, все начало меняться. И на те инструменты попытки Блицкрига, которых возносили до небес, все посмотрели иначе. В день, когда не зарегистрировали альтернативных кандидатов кандидаты, как мы их называли. И на тот момент была такая дилемма, что делать. И это была первая попытка посмотреть, насколько телеграм-каналы могут мобилизировать общество. Иронично, в контексте рубрики «Татуировка на руке у Протасевича» never too late никогда не поздно. Им и ему, Протасевичу, мы проигрывали. Но никогда не поздно все поменять. Как говорится, сядет самолет и на нашем аэродроме. В сфере медиа в Беларуси наступили перемены. Мы стали смелее, агрессивнее, настойчивее, креативнее. Мы завоевываем зрителя и читателя обратно. И, откровенно говоря, виноваты в том, что мы отставали, были не только телеграм-каналы. Я безумно рад переменам. Разве что цену за это, как и за другие позитивные перемены, пришлось заплатить ребятам в погонах в прошлом августе. Ни автозаков в центр города не выставляли, ни каких-то дополнительных мобильных групп. Все происходило как обычные выборы. Хороший вечер, праздничное настроение. Стали поступать звонки в дежурную часть о том, что скопление граждан на улице Комсомольской, в центре города, которые ведут себя неадекватно. В 19.00 уже начались выкрики, начали сигналы машин, попытки перекрытия дорожного движения остановить непосредственно в центре города. Они не были экипированы, шли на выборы как на праздник, а попали в замес, порой кровавый. Одним людям не хватило времени, чтобы доложить, 9 августа готовится Блицкрик. Другим не хватило времени, чтобы принять решение об усилении. И в итоге времени в ту ночь стало дико не хватать милиционерам в парадной форме, которые сдерживали толпу и ждали подкрепления. И не были уверены, что подкрепление будет. Из-за этого страха, я вполне допускаю, не все себя повели максимально дружелюбно. Но чувство страха и обязанность исполнять присягу порой дают жгучую смесь эмоций, которую, к сожалению, испытали на себе не только силовики. Обычная история из обычной белорусской школы. Правда, с поправкой на август 2020 года. Казалось, знаете, что как будто как война началась. То есть они обрушились на двери школы так, они стучали так невероятно, кричали, ненормативная лексика. Но это было что-то такое невероятное. Я такое в своей жизни видела. Я думала, что я видела по телевизору, но я не думала, что у нас такое возможно. Людей директор прячет в библиотеке. Это самое безопасное место. Свет не включают. В окна могут полететь коктейли Молотова. Были блокированы. Блокированы наши выходы, входы. Не смогли выйти из администрации до пяти часов утра. Людей из участковых комиссий эвакуировал спецназ. Это ребята особой крепости. У них проблем с митингующими не было. А теперь давайте честно. На бунт и погромы выходили люди, понимающие, что их физическая подготовка неплохая. Но если сильный, иду бить. Если слабый, сниму сандалики и посмотрю за всем славочки. А против них в количественном меньшинстве была милиция. Вся милиция. От ОМОНа до следователей или кинологов. То есть тех, кто талантлив совершенно в другом. И палку резиновую вообще держал в руках впервые. И вообще против насилия. Но они тоже вышли. Потому что давали присягу. И вот такие дружелюбные ребята в ту ночь стояли и думали, хватит ли им времени. А цена его нехватки – жизнь. И я не драматизирую. Потому что то, что в ночь с 9 на 10 августа не случилось массового побоища – это большое счастье. Одни дождались. Другим хватило времени принять решение. Третьи успели на подмогу. Правда, и третьи тут же поняли, что счет идет на часы. Вся толпа агрессивных направилась в нашу сторону. У нас было всего лишь три мобильные группы. Мы прибыли, когда на площадь независимости. Мы четко понимали то, что нас было мало. Мы были последним рубежом. А когда успели внутренние войска, цейтнот не закончился, а просто стал другим. Блицкрик не удался. Началась, как говорит главнокомандующая, игра в долгую. Которая продолжается и спустя год. Но с каждым днем нехватка времени становилась меньше. И беспокойство за жизнь суверенного государства уменьшалось. Не полностью исчезло, увы. Но тем не менее. Что же касается радикальных мер, а это внутренние войска и техника в ночь на 10 августа, то нужно было выиграть время. Не каждый день приходится встречать таких мирно настроенных людей. Цель была просто-напросто смести силовиков. Кинув в кого-то камень, очень глупо ожидать, что в ответ тебе скажут «давай еще». Ответ был жестким. Но уж точно не жестче нападение на нас. И то, что массового убийства силовиков, чиновников и журналистов не случилось, это не благородство митингующих. Нет. Это значит, что мы успели. Знаете, очень специфическое чувство, когда ты смотришь на часы, а секундная стрелка по чуть-чуть приближает к катастрофе целую страну. И ты думаешь, успеем ли? Это как сцена из голливудского фильма «Время», когда главный герой спешит к матери, но ему не хватает каких-то секунд, чтобы спасти ее от смерти. С другой стороны, нехватка времени закаляет нервы. И когда на счетчике остается 5 секунд, 4, 3, ты не паникуешь. Ты просто и спокойно понимаешь, что есть еще целые 3 секунды, чтобы что-то сделать, чтобы никто не пострадал. А сделать нам еще нужно многое. Даже через год. И особенно через год после тех событий. Третья серия фильма СТВ на «Беларусь-1» сразу после «Панорамы» и на YouTube-канале. Посмотрите. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему. Субтитры сделал DimaTorzok